Поделиться своим талантом, открыв художественную мастерскую, решил наш следующий герой. Художник Армавир Манукян всегда мечтал обучать других необычным техникам живописи. Мечта мастера почти осуществилась в мастерской в стадии завершения. Студия поражает не только живописными видами из окна, но и своим наполнением. По-настоящему живописный вид открывается не только из окон художественной мастерской, но и в самом помещении. Студию украшают десятки картин, которые написали ученики художника Аршавира Манукяна. Сейчас здесь много незаконченного, но в планах у северодвинца обучать в этом творческом поднебесье всех желающих. Я хотел иметь художественную мастерскую, где можно этим заниматься, это творчество. Вот администрация города мне дала это помещение. Я как-то обещал, что когда-нибудь свою школу я открою здесь и вот, в принципе, можно сказать, приближаюсь к своему цели. Необычная техника написания картин барельефов еще нова в нашем городе. Сам Аршавир обучился ей пару лет назад. Способ выполнения барельефа использовался еще с ранних веков. Французская шпатлевка, шпатель и руки мастера могут перенести зрителя в объемную Венецию или Лондон. Впрочем, так как сейчас было не всегда. Аршавир своими руками делал здесь ремонт, воплощал творческие идеи. Одна из них – гордость художника, так называемая живая картина. Пока она в стадии разработки, но в скором времени из клеток вырвутся на свободу канарейки. И этот живописный парк оживет. А эффект дождя с использованием специальной системы создаст по-настоящему осеннее настроение. Чем отличается, что здесь, если еще расширить пространство, можно получить просто трехмерную картину. То есть, здесь площадь не позволяет, поэтому немножко идти до конца не получается. Автор объемного искусства надеется, живая картина будет вдохновлять начинающих художников. Самого же автора вдохновляет наша северная природа. Первую картину в России художник написал в 1995 году. И теперь это щучье озеро Соловков также украшает мастерскую. Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска.